Ревизор за одну минуту. Из Петербурга в город едет ревизор инкогнито. Об этом узнал городничий, мэр города, и рассказал другим чиновникам. К нам едет ревизор. Все напуганы, так как все нарушают что-либо. Хлистаков, который проиграл деньги в карты, живет в гостинице уже вторую неделю и не платит за нее. Должен вернуться в Саратов. Чиновники принимают его за ревизора. Они ему угождают, хлистят и дают деньги. Хлистаков им врет про себя и пользуется тем, что его принимают за ревизора. Чиновники рассуждают, кто это может быть, генерал или генералиссимус. И поэтому боятся его все больше. В это время купцы начинают бунтовать и говорят, что городничий их всех обманывает. Хлистаков со всех подряд собирает деньги. Займы я ни слова. Я возьму. Хлистаков сватывается с Марией Антоновной и говорит, что свадьбу проведет после того, как уедет и вернется. Хлистаков пишет письмо о том, какие в городе глупые люди и как он обвел их вокруг пальца своему другу Тряпичкину, который в Петербурге пишет статьи. После отъезда Хлистакова, патчмейстер скрывает письмо. Все собираются отпраздновать то, как они испроводили ревизора. Но к ним приходит патчмейстер с этим письмом и читает всю правду про Хлистакова. Письмо передают друг другу, чтобы не читать оскорбления. Все обвиняют Бобчинского и Добчинского, так как они первыми предположили, что Хлистаков это ревизор. В этот момент, когда они все бурно обсуждают, приезжает ревизор. Все в шоке и все замирают. Немая сцена. Продолжение следует...